Павел, расскажи, пожалуйста, что это у тебя за ящик с опилками? Это, начнем с того, что это не опилки, это стружка. Это очень важное замечание. Принципиально важное. Принципиально важное. Это стружка, сверк из пород деревьев. Мы уже разговаривали с вами, у меня товарищ, владелец мебельного производства, который делает вот эти тяжеленные табуретки. Он не из цеха, а поставляет стружку. Эта стружка стелится, вот этот такой импровизированный брудер. В этом брудере гусята досыхают после выемки из инкубатора. Они здесь находятся в течение суток, ну до суток. Ну, пока не реализуются. Сразу говорю, да, что ни бумагу нельзя использовать, ни сено ни в коем случае нельзя использовать. Там, где сено, там всегда грибок. То есть, принципиально важно не то, что там соломинки в жопу колются, извиняюсь, а из-за того, что там грибок может быть. Сено? Да, поэтому нельзя сено. Нельзя. Потому что, ну, постоянно я слышу, вот у них там нежные пупки, чтобы им сено не коловало, там еще что-то. То есть... Ну, а в природе как? Ну, я не знаю, как в природе. То есть, значит, принципиально делаем стружку, потому что... Да, щепу соломы можно. Если чистая, хорошая пшеничная солома, ее измельчают. Есть специальные соломоизмельчители. Если грибники используют у себя при производстве, да, вот этих блоков, они используют вот эти соломоизмельчители, и я уже встречал кого-то, кто выращивает, ну, занимается подращиванием утки, вот он именно вот этот измельчитель приобрел себе, перепускает через него солому пшеничную, и именно глубокая подстилка делает именно из соломы. Так, значит, что у нас здесь? 30 сантиметров высота-то, да? Меньше, наверное, даже меньше. Ну, да, где-то... Нет, да, наверное, 30. И сколько мы сюда гусят? До суток они содержатся, напомню, да? Тысяча. Тысяча гусят? Партия, да. Ну, у нас вот партия, каждые 5 дней до 1000 гусят. И размер тут метр, а так, что это? Около 5 или... Ну, я не знаю. Это мы опять где-то, да. Ну, по месту строим. Он сам 6 метров в ширину. Ага. Вот где-то 4,5 метра он примерно. 4,5 метра. Да. То есть тысяча гусят ничего не едят, не пьют здесь ничего? Ну, нет, ничего не едят, не пьют. Только досыпают. Только камера досушки. Да, да, да. Отлично. Это к вопросу, господа, о том, что птица достаточно просто переносит и большие расстояния. Если это суточная птица, она может сутки не есть совершенно спокойно. Потому что когда от новичков слышу, что надо вывелся, и вот тут же сразу же пытаются поить в какой-то поилке, там еще что-то, это делать не обязательно. Не обязательно, но я тоже слышал теорию от довольно серьезных птицеводов, что птенец после выхода, если чем раньше он начнет пить и есть, тем лучше. Не знаю, насколько правда.